В одном из прошлых видео я говорил о том, какие вопросы, на мой взгляд, разрушают информационное поле Армении и, как мне кажется, являются сейчас основными обсуждаемыми вопросами в армянском контексте. Если вы все еще обсуждаете предателей, кто турки в нашей стране, кто спасители, поверхностно выбираете Россию или Запад в качестве хозяина Армении, а также назначаете премьер-министра страны, несмотря на то, что выборы уже как несколько месяцев прошли, я рекомендую обратиться к тому видео и не смотреть это. Ну а если вы хотите немного глубже погрузиться в более важные вопросы, которые направлены на определение нашего общего будущего, то сегодня мы с вами обсудим первые две цели инициативы Future Armenian, но не в качестве догмы, как должно быть на чей-то взгляд, а в качестве обмена мнениями. Меня очень беспокоит, что интернет пестрит наставлениями, советами и прочими нравоучениями друг к другу, которые в основном воспроизводятся для того, чтобы что-то кому-то доказать, а не для того, чтобы развивать мнения, которые сформировались в каждом из нас в силу тех или иных обстоятельств. Сегодня мы с вами начнем небольшую работу, целью которой будет не столько выражение своего собственного мнения, а именно обмен мнений, более или менее рационально сформулированных и обоснованных. Мы поговорим об общем видении и возможно ли в принципе его иметь для целого народа, особенно настолько разного, как армяне, а также о суверенитете и его обеспечении. По каждому из этих пунктов я прошу вас написать в комментариях свое мнение, чтобы по итогам сформировать представление, как вы думаете, какие решения видите и каким именно образом готовы по какому-либо из этих направлений участвовать лично. Наша команда сделает отчетные материалы на основе ваших комментариев, и я попробую, проанализировав ваши ответы, сделать голос тех или иных групп услышанным. Мы знаем самые громкие точки раскола армянского общества, но, как я уже сказал, это мы обсуждали в одном из прошлых видео, и я к этому возвращаться не хочу. Сегодня мы попытаемся услышать друг друга, осознать, что наше мнение не истина в последней инстанции, и что, видимо, самое важное сейчас, попробовать понять страхи разных групп армянского мира, для того, чтобы в дальнейшем их преодолевать, находя общие пути решения. После моего последнего видео о сотрудничестве с Future Armenian, я наткнулся на пару комментариев о том, что цели звучат как тосты, а под ними ничего нет. Конечно, это не так, стоит только разобраться, как работать с сайтом инициативы. Зайдя в раздел каждой из целей, вы можете найти аналитическую статью, а также ссылки на дискуссии вокруг этой темы, которые резюмированы в текстовом виде. Это тоже не догмы, это дискуссия, обмен мнениями, и даже в рамках людей, примкнувших к инициативе, могут быть очень разные мнения относительно подходов к решению того или иного вопроса. Но если мы не научимся коммуницировать друг с другом, без перетягивания одеяла, обвинений, считая, что наша позиция единственно верная, мы точно не добьемся никаких результатов в построении Армении как сильного государства и развитии армянского мира. Итак, давайте по порядку. Первый вопрос, с которого начинается любая инициатива и общее движение, это формулировка общей концепции. Но что это за концепция? Может ли у народа, который разбросан в десятках стран, и у страны, в которой собраны настолько разные люди со всего света, быть утверждено единое видение будущего? Конечно, если бы мы с вами считали, что авторитаризм, диктатура, сильная рука, это решение для Армении было бы гораздо проще. Диктатор провозглашает общую истину, уничтожает оппозицию и всех несогласных, иногда физически, иногда изолируя их от общества, иногда более современными методами, например, не давая им свободы слова и доступа к широким массам, и в итоге ведет страну куда-то. Правильно или неправильно, зависит от того, насколько вам повезло с диктатором. Вот бы нам Ли Куан Ю, который построил Сингапур, превратив его из нищей, находящейся на грани уничтожения страны, в одну из самых развитых стран мира. Но, к сожалению, на одного Ли Куан Ю приходится тысяча садам Хусейнов или Ким Чен Инов, которые своими ограниченными представлениями, скудными знаниями, корыстью, полным отсутствием эмпатии к человеческим страданиям, жаждой власти поверх всего остального, детскими комплексами и страхами повергают миллионы в невыносимые страдания. До чего далеко ходить. В нашей стране по факту авторитарные режимы не сработали и привели к полному отсутствию институтов, безграмотности государственного управления, деградации населения, оттоку человеческого ресурса и в конечном итоге к катастрофе, о которой мы много с вами уже говорили. Тогда что нам остается? Демократия? Хм, неплохо. Демократия. У демократии есть одна большая проблема. Она работает в странах, где население готово взять на себя ответственность, осознанно принимать решения относительно своего будущего, или она превращается в кучу малу, рой бесконечных крикливых неучей, которые не способны слушать и договариваться друг с другом, если население малограмотно, неосознанно и безответственно. И когда я говорю население, я не имею в виду люмпинов или челядь, как многие любят называть какую-то часть своего собственного народа. Я имею в виду все слои населения, от тех, кто возомнил себя элитой, до тех, кто не получив трех классов образования, не решив свои собственные жизненные задачи, возомнил себя мощнейшим геополитиком. Авторитарные лидеры любят повторять, нам еще рано эти ваши демократии. Предлагается модель, в ходе которой сначала мы поживем в диктатуре, а потом, когда дорастем, поживем в демократии. Парадокс в том, что, живя при диктатуре, когда за тебя кто-то там сверху все решает, теряется вовлеченность, проактивность, инициативность и никакой трансформации в сторону ответственной демократии не происходит. А наоборот, население еще больше отдаляется от демократии, ощущение ответственности, осознанности, путая ее с анархией, хаосом и прочими явлениями. Не помогают делу сторонники авторитарных способов правления масс, которые, теряя власть, но не теряя влияние, начинают всячески дискредитировать демократию. Это, как мне кажется, происходит сейчас в Армении. Обращаясь к словам Томаса Джефферсона, одного из отцов-основателей американской демократии, можно дать простой и понятный ответ на любые подобные рассуждения. Я не знаю иного надежного хранилища абсолютной власти общества, кроме как самих людей. И если мы считаем, что люди недостаточно просвещены, чтобы самостоятельно осуществлять благоразумный контроль, то следует не забирать его у них, а информировать и обучать их. Никто нас не может ни в демократии, ни в тоталитаризме, ни в чем упрыкнуть. Но чему обучать? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сформировать единое видение, которое не формируется, если мы не готовы слушать друг друга. И цель сегодняшнего видео – сделать первые шаги в этом направлении. Вы много думаете об Армении, о будущем, об угрозах, но каждый из вас по-разному представляет себе ответы на ключевые вопросы. Как мне кажется, важными в этом направлении рассуждениями в своей аналитической статье «Почему к власти приходят худшие?» поделился с нами Давид Тавадян, один из соавторов инициативы Future Armenian. Давид ссылается на нобелевского лауреата по экономике Фридриха Хайка, который большую часть своей работы посвятил политической философии. В одной из его знаменитых книг «Дорога к рабству» он указывает три причины, почему к власти в авторитарных режимах приходят не лучшие, а худшие представители человечества. Во-первых, образованные интеллигентные люди, как правило, имеют разнообразные ценности. Они постоянно задаются вопросами, спорят, дискутируют. Однако для выживания авторитарной системы необходимо, чтобы большие группы людей объединились вокруг схожих ценностей. Образованные интеллигентные люди постоянно ставят ценности под сомнение и спорят о них. Поэтому, если мы хотим достичь единообразия взглядов, мы должны вести поиск в тех слоях общества, для которых характерны низкий моральный и интеллектуальный уровень, примитивные грубые вкусы и инстинкты. Следовательно, первое, что необходимо авторитарному режиму, это заручиться поддержкой наименее образованных слоев общества. Во-вторых, люди с общими примитивными ценностями, в отличие от людей образованных, согласны принять любую готовую систему ценностей, если только ее как следует вколотить им в голову, повторяя одно и то же, достаточно часто и достаточно громко. Таким образом, ряды тоталитарной партии будут пополняться людьми с неустойчивыми взглядами и легко возбудимыми эмоциями. Зачем думать о ценностях, если гораздо проще принять то, что принимают на веру другие? В-третьих, примитивные слои общества нетрудно объединить против кого-то. Люди гораздо чаще приходят к согласию на основе негативной программы, будь то ненависть к врагу или зависть к преуспевающим соседям, чем на основе программы, утверждающей позитивные задачи и ценности. Именно это делают все авторитарные режимы, сплачивают людей против чего-то или кого-то, а не в их поддержку. Трудно не согласиться с Нобелевским лауреатом. Также я хотел бы привести заключение, которое пишет Давид Тавадян в своей статье. Хаек утверждал, что авторитарные режимы по своей природе привлекают и продвигают людей с худшими человеческими качествами. Такие режимы опираются на необразованные массы с грубыми человеческими инстинктами, которыми легко манипулировать. Беда в том, что даже демократическая система может вмиг превратиться в авторитарную, если слишком много власти концентрируется в одних руках. Единственный способ не допустить этого – децентрализовать власть. Великодушные автократии существуют лишь в теории, поскольку на деле не остаются великодушными. Подробнее об этом можно прочитать в отчете «Экономика великодушных автократий» также под авторством Давида Тавадяна. Ссылки на эти статьи я оставлю под видео. Теперь давайте переведем все это в плоскости Армении. Я попробую высказать несколько своих собственных тезисов, которым вы можете противопоставить свои, а можете согласиться. Я оставлю эти вопросы в закрепленном комментарии, чтобы у вас была возможность по каждому пункту дать свой полноценный ответ, который, как я говорил ранее, наша команда проанализирует, и мы сделаем вокруг этого обобщающие материалы. Вопрос номер один. Что мешает формированию общей концепции развития Армении? Чтобы сформировать общее видение, необходима конструктивная повестка и объединение вокруг реальных проектов. Максимально вредит формированию общего видения Армении догматизм, отсутствие желания у одних слоев общества идти на компромисс с другими слоями общества и смотреть в будущее, а не в прошлое. Это можно сказать почти про все политические силы, которые сейчас есть в Армении. Здесь у многих возникает вопрос, а как же справедливость? Почему мы не можем наказать тех или этих, потом двигаться вперед? Я для себя на эти вопросы, особенно после войны, отвечаю таким образом. Никакой справедливости, как абсолютной истины, в этой жизни не существует. Вы можете продолжать обвинять тех или иных людей в тех или иных преступлениях, а другие люди будут обвинять других людей. И пока вы и те другие не создали институтов, гарантирующих верховенство закона, это будет просто лай одной группировки на другую группировку. Лай с нулевой суммой, с нулевым результатом. Поэтому, как мне кажется, сейчас первоочередное для нас заниматься построением этих институтов, развитие осознанности граждан Армении, а не сиюминутное восстановление справедливости. При этом вы даже не представляете себе, как я был бы рад, чтобы ответственные за то, что происходило в Армении последние 20 лет, понесли заслуженное наказание. Это было бы справедливо. Это могло бы произойти в одном случае. Если бы некий диктатор расстрелял того, кого народ считает виновным, а потом он удалился куда-нибудь на Тибет, чтобы страна могла начать с чистого листа. Правда, какая-то незначительная группа людей все равно бы была недовольна, и, скорее всего, и их пришлось бы расстрелять. Может быть, ему пришлось бы убить где-то тысячу или десять тысяч человек. Смотря по каким критериям, он бы определял предателей и врагов народа. Это из разряда сказок, которые не происходят в реальной жизни, а если происходят, то в африканских странах и ни к чему хорошему это не приводит. Может быть, мы могли бы рассчитывать, что будут возбуждены реальные уголовные дела, которые доведут до своего логического завершения. Может быть. Но для этого нужны были бы институты, и существующая судебная система, и работающая правовая система. А без этого это превращается в личную борьбу противоборствующих групп. И в нашем случае у этих групп есть более или менее равное влияние в стране, и это бесконечное противостояние превращает все остальное в выжженное поле. Уже сейчас вы видите, как медиа, только и заняты, чтобы поливанием грязи друг на друга, как вам кажется, какова вероятность при таком информационном фоне, что еще большее количество армян уедет из страны, и еще большее количество армян не приедет в страну. Итак, это был первый вопрос. Что мешает формированию общей концепции развития Армении? Я попробовал поделиться небольшим фрагментом своей точки зрения, что мешает нам сформированию общей концепции. Свою версию развернутого ответа на этот вопрос вы можете написать в комментарии, чтобы мы смогли добавить это в наше следующее видео. Но кроме вопроса формулировки концепции, есть еще один очень важный вопрос, и этот вопрос второй в нашем сегодняшнем списке. Как сохранить суверенитет Армении? Прежде всего скажу, что суверенитет Армении – это высшая для меня ценность. Я не представляю, как кто-то может говорить о вхождении в состав чьей-то страны, о том, что мы не заслуживаем быть независимыми, о том, что мы не можем быть независимыми. Это больше мне напоминает риторику Алиева, чем что-то, что можно было бы услышать от армян. Но давайте разберемся с тем, что такое независимость, что такое суверенитет. В другой аналитической статье, которая называется «Пределы суверенитета», свой инициатор Future Armenian Давид Тавадян пишет. Следует различать два типа суверенитета – внутренний и международный. Во внутренних делах эмир Катара обладает большей автономией или суверенитетом, чем президент США, просто потому что американское общество налагает более строгие ограничения на право одного человека управлять другим. Однако в международных делах вопрос о суверенитете гораздо сложнее. Три мощнейшие военные державы США, Китай и Россия наиболее автономны, но даже их суверенитет имеет пределы. Все три державы имеют сферы влияния, которые определяются географическим положением и экономическими интересами. Небольшие государства, которые полагают, что эпоха сфер влияния закончилась, обречены на серьезные неприятности. Давайте представим, что Канада и Китай – два суверенных государства, решили построить китайскую военную базу в Канаде. Америка этого не допустит никогда. Мало что изменилось с момента принятия доктрины Монро в XIX веке. Почему у России или Китая не может быть эквивалентной версии доктрины Монро? Необходимо также помнить, что могущественные военные державы могут ставить себя выше закона, международного права, что они зачастую и делают. Эмпирические доказательства тому совершенно очевидны, и потому небольшие страны, оказавшиеся в сферах влияния могущественных военных держав, должны приложить все усилия, чтобы не вызывать их раздражение. Так, положение Сингапура на сегодняшний день весьма щекотливо. Он оказался между двух огней – Китаем и Америкой. И нынешний премьер-министр Сингапура открыто выразил свою озабоченность в статье в журнале Foreign Affairs, опубликованной в августе 2020 года под запголовком «Поставленный под угрозу Азиатский век». Для малых стран нет ничего хуже, чем оказаться между двух огней мощных военных держав. Согласен, да, с Давидом насчет того, что реального международного суверенитета не существует. Сейчас много разговоров об активизации Ирана, много разговоров о том, нужны мы Западу, не нужны, о том, выгодно ли нам иметь в стратегических партнерах Россию или не выгодно. Это все вопросы международного суверенитета, которого по факту не существует. Однако, если не существует международного суверенитета, существует внутренний. То есть мы, народ Армении, сами решаем, в какой стране нам жить, по каким законам, что развивать, а что запрещать. Кто нам запрещает тратить на образование больше? Только отсутствие у нас же самих долгосрочного видения своего же будущего. Ну, еще может быть страх властей перед образованным народом. Кто сделал так, что профессия учителя одна из самых малооплачиваемых в Армении? А учителя? В Армении 35 тысяч учителей, которые не смогли скооперироваться и добиться того, чтобы их уважали. Это тоже кто-то другой виноват? Кто сделал так, что наука превратилась в торговлю научными степенями, а научные работники получают по 100 тысяч драм зарплаты? Это мы, армяне, сделали. И пока мы не поймем, что это мы сделали, совершенно не имеет значения, в чьей сфере влияния мы находимся. Сегодня Россия дала понять армянскому миру две вещи. Первое. Привязала само существование Арсаха к своему присутствию в Армении. Жестоко и хладнокровно, как все делается в международной политике. И второе. Дала нам осознание того, что рассчитывать в первую очередь нужно было на самих себя, а не на кого-либо другого. Может Армения иметь союзников в виде Ирана, Индии, Китая? И помешает ли этому Россия? На эти вопросы должны отвечать дипломаты, которые знакомы с ситуацией, а не диванные геополитики, либо те, кто лет 20 не видел никаких переговоров, в которых находится Армения, не знает их содержания, но делает 100% выводы, что нужно делать. Диванным геополитикам лучше заняться обеспечением внутреннего суверенитета, развивать общественные институты, укреплять государство изнутри. Тогда у дипломатов, может быть, будет шанс производить более серьезные впечатления, а не просто вымаливать какие-то преференции или условия. Для меня ответом на вопрос, как сохранить суверенитет Армении, является довольно-таки центристская позиция, которая заключается в следующем. Укреплять внутренний суверенитет и перестать махать палкой у осиного гнезда, когда ты голый трехлетний ребенок. Сегодня у нас могут быть отношения с Евросоюзом, с Ираном, с Россией, с Индией, с США и с Китаем. Не каждой стране это позволено. Кому еще США позволяли торговать с Ираном во время санкций, кроме Армении? Мы можем стать платформой, объединяющей эти разные миры, а не продолжать быть монетой, которую перекидывают туда-сюда. Но для этого нужно перестать считать, что мы должны противопоставлять себя кому-то, а начать думать, как создать что-то большее, чем мы имеем, не разрушая то, что у нас еще хоть в каком-то виде осталось. Уверен, не все согласятся с такой позицией, поэтому жду, не дождусь вашего ответа на вопрос. Как сохранить суверенитет Армении? В следующем видео мы с вами обсудим вопрос свободного Арцаха, а также вопрос диаспоры. Вопросы, которые являются ключевыми, когда мы говорим о будущем Армении. Напоминаю, что вы можете зайти на сайт Future Armenian, познакомиться с теми материалами, аналитическими статьями, которые там есть, подписаться на инициативу, если вы готовы быть открытыми и конструктивно обсуждать и работать над будущим Армении. Также на всякий случай напомню, что мнения сегодня высказанные, это мои собственные мнения, и многие, как в инициативе Future Armenian, так и среди вас, могут с ними быть не согласны. Но для этого, в том числе, нам нужна платформа для обмена мнениями, чтобы мы осознавали, что нам нужен конструктивный диалог, а не деструктивные разбрасывания обвинениями. Сегодня я жду от вас развернутых ответов на эти два вопроса, которые вы найдете в закрепленном комментарии. Впоследствии мы проанализируем, сгруппируем и сделаем из этого единый материал, чтобы попробовать услышать друг друга. Работаем! Субтитры создавал DimaTorzok